Вот так, каждое утро, в течение уже многих десятилетий в эту школу собираются дети. Кто-то приходит пешком, кого-то привозят на машине, кого-то на автобусах. Девочки учатся здесь все дни недели, кроме пятницы и воскресенья. В пятницу они не учатся, потому что для мусульман это день священный, такой же, как для христиан воскресенье. А в воскресенье они не учатся, потому что школа находится на территории русского православного монастыря, который называется Вифанский участок монастыря Марии Магдалины в Гефсимане. Принадлежит этот участок русской православной церкви за границей. Здесь в 1932 году на средства перешедших в православие шотландок Барбары Стеллы Робинсон и Алекс Спрот создается Вифанская женская община воскресенья Христова, а при ней впоследствии и школа. Изначально школа была создана для арабских христианок, но в последние 30 лет ситуация изменилась. В округе почти что не осталось христиан, и в школу ходят в основном девочки-мусульманки. Селение Вифания упоминается в Евангелии неоднократно. Недалеко от русского участка находится могила друга Христа, четырехдневного Лазаря. Господь часто бывал в Дефании, беседовал с ним, останавливался у него в доме. Говорил Господь также и с его сестрами Марфой и Марией. Их беседа перед воскрешением Лазаря сохранилась в Евангелии. Сюда пришел Господь, когда Лазарь умер, и здесь, общее воскресенье, уверяя, Господь его воскресил. Недалеко от могилы Лазаря, всего в пяти минутах езды, находится и русская община воскресения Христова. В 1934 году, во время проведения работ, здесь был найден прямоугольный обтесанный камень, напоминающий плиту, обычно помещаемую над входом в храм. На нем по-гречески выбита надпись «Здесь Марфа и Мария впервые услышали от Господа слово о воскресении из мертвых, Господь». Далее текст обрывается. На месте обретения камня, свидетельствующего о том, что именно здесь почиталось в древности место встречи Спасителя с Марфой и Марией, была воздвигнута небольшая часовня. В Лазареву субботу начальник миссии русской зарубежной церкви Архимандрит Роман, вместе с духовенством, совершают здесь торжественное богослужение с водосвятием и крестным ходом. В службе участвуют воспитанницы интерната и сестры во главе с настоятельницей монастыря Марии Магдалины, игуменей Елизаветы. А также мы хотели сегодня поздравить хозяйка дома Лазаря, сестру Марфу, которая здесь подвязается. Подвязается. Нелегкие обстоятельства. Здесь смотрят за детьми. Современная жизнь школы, ее развитие нераздельно связаны с личностью сестры Марфы, ее директором. Школой она руководит уже более 10 лет. И за это время школа превратилась в одну из лучших в Палестине. Родители, которые хотят дать девочкам хорошее образование, стремятся определить именно в эту школу своих дочерей и готовы платить за их обучение. Учиться здесь стало престижно. И несмотря на то, что школа находится на территории русского православного монастыря, на сегодняшний день в школе учатся более 450 девочек из мусульманских семей. В Вифании мы единственное открытое место, такая площадка встречи мусульман вот с нашим небольшим, но крепким оплотом православия в этой Вифании. Где приходится, во-первых, нас узнавать не только учителям и детям, но и их родителям. Они приходят в школу, уже заходя на участок. Первое, что их встречает, это большой крест. Проходя дальше, кресты продолжаются. Вот над входом в школьное здание крест, над входом в каждый класс крест, в классных комнатах иконы, чаще всего Божьей Матери. Они ее, кстати, очень почитают и поклоняются Божьей Матери. И у нас на первом этаже школьного здания большая икона Божьей Матери, скорая послушница. И мы неоднократно наблюдаем за ситуацией, когда девчонка выскакивает из класса вне переменки на уроке, сбегать в уборную или попить воды, и останавливается перед этой иконой. И у нас даже есть одна девочка, которая каждый раз, выходя из класса, она становилась бы перед иконой и танцевала танец для Божьей Матери. Кружится, покружится, покланится и побежит дальше. Каждое утро в школе перед занятиями все ученицы старших, средних и младших классов выстраиваются на линейке. После исполнения гимна Палестины девочки расходятся по классам и начинается обычный учебный день. Здесь в школу принимают с четырех лет, так называемый подготовительный уровень, но уже с такими малышами ведутся серьезные занятия. Большинство из наших учениц не мусульманки. Они встречаются с православными людьми, преподавателями. Это другой народ для них. И они растут, это девочки, маленькие девочки, и вот вместе растут с христианами. Но тоже здесь вообще учеба поставлена на высоком уровне и очень почитают эту школу. И это почему у нас есть столько учениц. Вот это образование и воспитание, вот это будущие матери палестинского общества здешнего. Но уже у них будет некое христианское воспитание, отношение к женщинам, к девочкам, что по-другому, чем в мусульманском обществе. И это уже не первое поколение, здесь и второе, даже третье поколение семей, которые воспитываются здесь у нас в Вифанской школе. Они воспитываются дома уже, как они были воспитаны здесь. На съемках нашего фильма о школе мы оказались в день рождения сестры Марфы. И уже потому, как ее поздравляют ученицы школы и учителя, можно понять, что отношение к ней здесь далеко не формальное. Я из семьи учителей, причем учителей математиков. У меня и бабушка математик, и отец математик. Я преподала математику, физику, астрономию. После школы я поступила на педагогический, закончила. Вот, учила математику, физику, немецкий язык. Но потом вот попыталась еще раз уйти от своего предназначения, уйдя в монастырь, меня бросили в ту же самую школу. Ну, а так как вот в математике и вообще как учитель я знала точно, что я сделаю. Это был такой юношеский максимализм. Я стала директором в 28 лет. Я была не готова к директорству. Я вообще не знала, с какой стороны начинать и вообще что делать. Во-первых, а мой английский был, я понимала каждое третье слово. Ноля рабского. Но мне был дан очень важный совет, который у меня на тот момент просто спас. Первый год – ничего не менять. Но вот этот вот год ничего не делания и внимательного наблюдения дал мне очень много. Во-первых, я приобрела за этот год язык. Во-вторых, присмотрелась к сотрудникам и к учителям. И уже как-то какие-то связи приобрела. И вот так с проблемы на проблему, с ситуацией на ситуации, не пытаясь навязать своего. Мы дошли до того, что мы как-то срослись в одно целое. Наша школа – русская православная школа для девочек в Вифании. Это моя школа с шести лет. Тут я училась и даже жила два года. Потом вернулась учителем. Я считаю ее моим вторым домом. У школы маленькая площадь, не хватает места для открытия новых классов. Для жителей Вифании наша школа необходима. Необходимо. Большинство жителей очень хотят, чтобы их дети учились здесь. Она считается самой престижной и одной из лучших школ в Палестине. Но из-за малого количества мест приходится отказывать в обучении некоторым детям. А родители нелегко принимают отказ и очень огорчаются. К тому же наша школа дает не только образование, но и воспитывает прежде всего. Дети в школе получают хорошее образование, а в интернате и православное монастырское воспитание. Мы все как одна семья. У нас очень дружный коллектив, в котором есть и мусульмане, и христиане. Они сталкиваются с такой атрибутикой христианства. Так как каникулы у нас на христианские праздники, то о праздниках мы объявляем. То есть там вот нету школы, потому что преображение Господне или успение Божией Матери. Или вот завтра не будет школы, потому что крещение, и мы едем на Иордан. Если завязывается какая-то дискуссия, было неоднократно, что в старшие классы даже вот меня приглашают, чтобы вот сестрам Афаты расскажи как-то вот с твоей позиции. А почему? И почему? И откуда? И что это значит? А мы только и ждем этих вопросов. Самое главное, чтобы эти вопросы были заданы, а у нас есть на них ответы. И мы очень мягко, неоднократно эти вопросы повторяются. Девочки растут в разном возрасте, вопросы разной глубины. Мы их приучаем к тому, что никогда не стыдно задать вопрос. Глупых вопросов не бывает, бывают только глупые ответы на эти вопросы. Конечно, очень важно, что и учителя нам в этом очень помогают, потому что они тоже не боятся задавать эти вопросы, не считают это угрозой для их вероисповедания. Все прощения, скажем, что это такое, как же? Вот враг мой на меня нападает, я должен отомстить. А нет у христиан – это по-другому. Мы прощаем, стараемся понимать этого человека своей кротостью, если есть такой наш христианский нрав. И это оставляет след, хоть это они не видят и не понимают. И это мы не говорим громко, потому что мы не можем преподавать им христианскую веру. Но все-таки это влияет на них. Я работаю в этой школе для девочек с 2008 года. Сначала на полставки, потом взял младшие классы и стал работать на полную ставку. Практики у меня много было и не только в школах, но и в спортивных центрах для девочек. Я специально учился, как найти подход к каждому. Конечно, опыт с каждым годом увеличивается. Мне нравится работать и дополнительно. Мы выделяем отличников, которые хорошо занимаются, и мы с ними организовываем соревнования с другими школами. В большинстве случаев мы побеждаем. А занимаемся в основном баскетболом, настольным теннисом, футболом и волейболом. Мы живем в мусульманском районе. На улице слышны молитвы. Музей кричит пять раз в день. Они молятся, торгуют. Жизнь кипит на улице. Уже такая арабская жизнь, которая западному человеку и русскому человеку немножко странноватая. Но здесь школа является островом среди вот этого моря мусульманского, где уже оазис. И здесь уже другое. Не кричим, не ругаемся. Здесь все поставим как на христианский начал. Сестра Марфа носит огромное здесь дело. Она носит трудное послушание. Это школа среди монастыря. Здесь монастырь. В школе учителя, половина из которых арабы – христиане, а вторая – мусульмане, работают бок о бок, рядом. Сестре Марфе удается соблюдать этот баланс в преподавательском составе. И они не просто работают каждый в своем классе, но и регулярно пересекаются на встречах, которые вот уже более десяти лет сестра Марфа проводит в школе. Это встреча с учителями английского языка. Это еженедельные заседания, которые я стала проводить уже лет десять назад с предметниками. Начала с математики. Потом, когда уже освоила английский, стала встречаться с учителями английского языка. Потом перешла на науки – физика, биология, химия, природовидение. Причем, конечно, в первую очередь мы обсуждаем насущные проблемы. И это может касаться и непосредственно предмета, и каких-то дисциплинарных вопросов, и какой-то особенной девочки. Это вот рабочая атмосфера, и она очень плодотворная. И они делились и своим личным опытом, мы связываем это вот с их личной жизнью, потому что половина из них – христиане, а другая половина – мусульмане. Для меня это интересно, потому что я вижу их образ мышления. Как раз вот учителя английского языка, они для меня такие первопроходцы во всех темах. То, что на них я отрабатываю, я потом переношу на другие встречи с другими учителями и на общее собрание. Это моя первая работа как учителя в этой школе. Я здесь чувствую себя как дома. Сестра Марфа очень внимательна по отношению к нам. Она все время помогает развиваться нам, как преподавателям, и работа не завершается в тот момент, когда заканчивается учебное время. Мы стараемся развиваться и все время узнаем какие-то новые вещи. На нашей английской встрече, а она обязательно проходит раз в неделю, мы касаемся не только учебной программы, но и нашего внутреннего развития. Мы учим детей не только читать и писать, но и учим их быть независимыми, быть лидерами в обществе. Мы должны быть готовы отвечать на любые вопросы детей. Мы не только их обучаем, но и развиваем их мышление. Мы работаем здесь, мусульмане и христиане, как одна команда. У нас очень теплые чувства по отношению друг к другу, и сестра Марфа внимательно следит, чтобы наши отношения всегда были хорошими. Поскольку сестра Марфа потомственный математик, то и школу она переориентировала, и школа, как говорят в России, стала с математическим уклоном. Это в первое время для многих было довольно непривычно. Школа была просто девятилеткой, потому что по мусульманской традиции девочек рано выдают замуж. И продолжать учения они уже не могут. Но постепенно сестре Марфе удалось открыть десятый, одиннадцатый и двенадцатый классы. Именно с математическим, научным уклоном. И те девочки, которых родители не торопят выйти замуж, могут продолжить здесь обучение. Сейчас эта школа одна из лучших в Палестине. Чтобы в нее попасть, родителям приходится стоять в очереди. Экономическая ситуация в мусульманском мире меняется. Мужчине уже не всегда удается одному прокормить семью. Поэтому женскому образованию стали уделять все больше и больше внимания. Но не зря математика считается царицей наук. Математика, в первую очередь, это развитие мышления. Что удивительно, потому что все-таки девочки. И когда я пришла сюда, обычно девочки, математика — это не для нас. Это предмет для мальчиков. И мы это не понимаем, мы это не знаем, мы это не любим, мы это не хотим делать. Ну и вот за эти годы это настолько изменилось. Они с большим удовольствием занимаются математикой. Наши учителя и по химии, и по биологии, и по физике берут проекты и участвуют в международных проектах. В прошлом году, например, наши две девочки из 10-го класса, да, они участвовали, разработали проект на опознание эпилептического припадка. Падали и выиграли. Плюс вот уже тоже минимум как 5-6 лет мы участвуем с девочками. Они из Lego кубиков собирают робот, программируют его. И, значит, во-первых, преодолевают паркор на большом таком столе. Плюс разрабатывают какую-то тему и с этим выступают. И там, значит, это соревнование в четырех категориях. Непосредственно сам создание этого робота, а потом его програнирование, прохождение паркура. И вот эту тему, которую они разрабатывают с презентацией. Однажды было какое-то соревнование, и девочки вернулись поздно вечером. И они выиграли первую премию. И они по-арабскому кричат «Ура, православие! Ура, ортодоксия!» Потому что школа ортодокс, то есть православная школа для девочек. Но они просто говорят, и как-то они прославляют православие. Самое главное – это то, что в школе между учителями и учениками живет любовь. У нас дружный коллектив, и в нем очень приятно работать. Я учился в Иерусалимском университете, и поэтому могу оценить качество преподавания здесь. У меня две дочки, им по пять лет, и я выбрал для моих детей именно эту школу среди десяти-пятнадцати других. Потому что я знаю, какие учителя работают в нашей школе, какие она дает возможности, и какая в ней замечательная атмосфера. Очень важно, что школа постоянно движется вперед. В ней есть лаборатория, компьютерные классы. Это помогает девочкам выполнять задания на практике и узнавать много нового. Мне показалось это очень важным, чтобы сначала и дети, и учителя чувствовали себя на этом участке, и в этом здании, и в этих классах комфортно, и вместе друг с другом. Поэтому пришлось очень много где-то и ломать, и в них самих, и им тоже. В мусульманской культуре там такая очень, все-таки я бы сказала, дистанция и между родителями и детьми, и между младшим и старшим, и тем паче между учеником и учителем. Плюс между учителями, плюс администрации учителя. Я только, я поклоняюсь перед ними, насколько они изменились. Потому что, на самом деле, раньше уважение от младшего просто требовали и ожидали. Когда я пришла в школу, даже было еще физическое наказание. То есть били линейками по рукам, например. То есть это я сразу сказала так. От этого мы сразу как-то все-таки можно по-другому добиться послужения. И для них даже мысль о том, что если ты хочешь уважения, то ты должен сначала уважать. Или если ты хочешь любви, то ты должен сначала полюбить. И, в общем, все, что ты требуешь, ты должен сначала дать. Это была для них новизна просто необыкновенная. Но попробовав, когда они на самом деле увидели, да, именно это работает, тогда не нужно постоянно держать ученика вот в страхе и ужасе и трепете. А можно отпустить. И если отпустить и дать им возможность что-то и самим пробовать, то это намного более продуктивным. Такой негласный для нас сестер, все-таки, надеюсь, у всех нас сестер, очень такой ясный центр Вифании — это, несомненно, наши дети интернатские. Школа, которая начиналась как школа-интернат для православных арабских детей. У истоков стояла вот эта вот идея, что дети и жили, и учили здесь. Но сначала это были вот просто дети, которые по выходным отправились домой. Ну, сестры принимали такое какое-то активное участие в их жизнях. И это переросло за годы в совершенно другую ситуацию. На данный момент наш интернат, он больше приют, нежели интернат. Мы нигде не афишируем, что у нас есть такие дети, которые вот могут жить в интернате или в приюте. Но эти дети нас находят. Причем по детям они все, конечно же, христиане. Но так как все-таки мы монахини или иночествующие, то все равно нам воспитывать вот как-то мусульманских детей было бы очень сложно. Мы принимаем только христианских детей и воспитываем их уже именно с христианских позиций осознанно, потому что по-другому мы и не можем, и не умеем. Вот, они появляются чаще всего со своей печальной историей и уже с каким-то печальным опытом из той жизни, которую они провели в своей собственной семье. И вот так вот остаются у нас. У нас есть дети, которые уезжают на каждой входной, одна семья. У нас есть дети, которые уезжают на каникулы, которых родители более или менее все равно радостно забирают, охотно забирают домой. И есть дети, которые не уезжают никогда и никуда. В монастыре помимо сестры Марфы трудятся еще четыре сестры. Их главное послушание – это забота об интернатовских детях. Их надо разбудить, помыть, покормить, приготовить к школе. Раз в неделю, когда приезжает священник из миссии, дети участвуют в ранней божественной литургии, помогают во время службы. Отцу и Сыну и Святому Духу, Ины небесной во веки веков, ами, Богослови, Душа моя Господа, И все внутреннее мое, и на сердце и веков, Богослови, Господи. После службы девочки расходятся по урокам, а сестра Марфа идет в школу, где ее ждут очередные административные заботы. Мы как братья и сестры здесь, и наша обязанность – делиться с девочками идеями Христа. Это большое счастье преподавать здесь, участвовать в духовном росте студентов. Во время праздника обретения креста они участвуют в ночных шествиях с иконами Девы Марии вокруг школы. И у них проходит страх, потому что раньше в нас кидали камнями. Сестры Марфа и Мария жили здесь, недалеко, на этом месте. У нас на территории находится плита, как напоминание о встрече сестер с Господом. Это святое место и святая школа. Бог выбрал это место для того, чтобы построить эту школу. И чтобы воспитывать здесь наших детей – это наша миссия. Наша миссия – показать людям любовь. А любя друг друга, мы являемся последовательными учениками Христа. Меня зовут Жаклин, мне 22 года. Я тут с шести лет, с первого класса. Я тут отучилась в школе. Я не только закончила школьную программу, но и воспитывалась здесь. Наша школа как одна семья. Я научилась здесь усердно. Школа меня научила еще жертвенность, внимание, заботливость. Я закончила 9 классов, потом уехала в Санкт-Петербург. Очень хотела быть регентом. Поступила, выучилась там 2 года, но потом не получилось. Приехала в Москву, поступила в Московский педагогический университет. Закончила бакалавр и вернулась в любимую школу. И сейчас я преподавательница детского сада. Ну и помогаю в школе. Помогаю сестре Марфе. Хочется поступить на русский язык как иностранный. Чтобы я вернулась сюда опять и преподавала в школе. Я тут живу с 5 лет. И живу тут уже долго. 12 лет. И мне тут нравится. И это как мой настоящий дом. И училась до 10 класса. Было немножко тяжеловато, но потом стало немножко получше. И мне нравится тут жить, потому что это как мой сестер венедон. И рядом сестра Марфа. И все дружно. И мое будущее стать поваром. Я люблю печь пироги и торти. И я люблю еще готовить супы и борщи. Я училась в университете в Вифлееме на курсе «Бебиситтер» на 6 месяцев. Пока я буду тут работать. А если получится мне куда-то поехать учиться, готовить, я бы с удовольствием поехала. Я люблю помогать в храме. Это как мое тоже послушание. Мне это очень нравится. Умывшие ноги и предочистившееся Таинство Причащение Божественного ныне Кресте Твоего, Служители от Сиона на Ильонскую гору, Великую с тобою за душа поющийся человеколюбче. Слава тебе, Божина! Слава тебе! Дети, живущие в интернате, участвуют не только в богослужениях, которые совершаются на территории общины, но также и на участках, принадлежащих русской духовной миссии за границей, чаще всего в монастыре Марии Магдалины в Гефсимании. Ведь общины Воскресения Христова, на территории которой находится школа и интернат, являются частью монастыря Марии Магдалины. Я бы сказала, что главная наша цель, конечно же, мы воспитываем их в христианстве, а дети на самом деле воцерковляются и потом отчасти начинают воцерковлять своих родителей, по крайней мере, если где-то тем, чтобы родители носили крест, как минимум. Плюс тоже, что немаловажно, и это у нас прекрасная возможность помочь им медицински. Первое, что мы делаем, это, значит, зубы, глаза, уши и ортопедическая обувь. То есть вот это вот все сразу проверяется, очки покупаются, бракета чаще всего ставятся, зубы начинаем лечить, это всегда проблема. Вот ортопедическая обувь, еще не было ребенка, которому ему и она не понадобилась. Плюс это всегда возможность вернуть им возможность детства. Они живут с нами бок о бок. Нужно сказать, что мы учимся от них почти больше, чем они от нас, потому что дети — это всегда обязанность быть очень внимательным. Они все видят, они все подмечают, они тут же теперь это зеркально отдают. То есть тут расслабиться не удается. Испытывают на терпение. Тут никакого показного смирения не получится. Выведут, доведут до белого коленя. Взлетаешь на пальму, а потом сознательно с нее спускаешься. Вот они у нас крестным ходом ходят. Там поклоны, пост, причастие, исповедь и так далее. Мы их оберегаем от каких-то таких вот взрослых проблем. Это и возможность научиться кататься на роликах, научиться играть на пианино, петь, играть и танцевать. Это смотреть фильмы. Читаем сказки, слушаем истории, обсуждаем. Ходим в походы, ходим в бассейны, ходим в зоопарки, в музеи. Обязательно церковные праздники на те церковные места, где они происходят. Это счастье, что сестра Марфа смогла заменить девочкам мать, потому что у большинства из них нет матери или отца, а зачастую это круглые сироты. И дети попадают в интернат, пережив сложнейшие семейные ситуации. Многие психологически сильно травмированы. Поэтому они еще долго никому не доверяют. Они нелюдимы, всего боятся и ведут себя, как напуганные зверята. Их надо успокоить, приласкать, окружить теплом, научить нормально общаться с другими детьми. Каждый ребенок требует своего особенного подхода. Но проходит время. Девочки успокаиваются и, раскрываясь, с благодарностью откликаются на заботу. Играет музыка. Сама по себе школа и интернат – огромная нагрузка, которую несет сестра Марфа. Но помимо этого ей приходится постоянно вести и сложную административную и хозяйственную работу. Все же участок находится в сердцевине мусульманского окружения. А соседи ведут себя зачастую довольно недружественно, а порой просто нахально и агрессивно. Из-за того, что у нас школа и учатся местные дети, и школа считается одной из лучших в округе, у нас очередь на поступление, и дети проводят здесь большую половину дня, то в нас не кидают камнями, к нам доброжелательно относятся на улицах. У нас очень много родителей, с которыми мы пересекаемся, выйдя за ограды ворота. У нас соседи, которые помогают, если какие-то пробки перед въездом на участок. А с другой стороны, есть соседи, которые явно недовольны нашим нахождением здесь. Один надстроил третий, четвертый этаж, где эти этажи почти касаются нашей крыши, что нарушает все законы местного строительства. А другой сосед, нарушая все законы, построил впритык и к компьютерному классу, школьному зданию, и к главному зданию, где у нас живут сестры и дети. Он пока не достроил еще свой последний этаж, но когда он достроит, он нам перекроет окна, солнце и дневной свет. Это незаконно, но остановить невозможно. Но, несмотря на сложности и проблемы с соседями и администрации в Вифании, сестра Марфа не унывает. На территории, прилегающей к Нижнему саду, она планирует закончить строительство парковки для машин учителей, родителей и гостей школы. Построить помещения для дополнительных классов. Построить спортивный зал, так как сейчас все уроки физкультуры проходят на асфальте школьного участка. И дополнительные классы, потому что нужда в школах здесь в стране присутствует, и в христианских школах еще больше, так как ценятся в местном населении и очень известны тем, что уровень образования в них более высок, чем в государственных школах или в частных мусульманских школах. Так как мы очень известны именно здесь в Вифании, хотя уже и за пределами ее, то родители тоже просят нас расшириться, чтобы иметь возможность принимать больше детей. Я хочу быть врачом. Я хочу быть инженером. Я хочу быть психологом. Я хочу быть хакером. Я хочу быть врачом. Я хочу быть ученым. Я хочу быть врачом. Я хочу быть путешественницей. И для меня самое ценное в нашей школе, чтобы произошла встреча, чтобы все на друга посмотрели, как на человека, на близкого рядом с тобой. И чтобы мы были достаточно открыты, чтобы его встретить. Мне кажется, очень много в этом отношении изменилось в нашей школе. Я, конечно, не хочу говорить, что одна я, вот такая распрекрасная, несу ответственность за это. Если бы я была одна и билась бы против стенок, то вряд ли, что бы я там пробила бы своему богу. Субтитры сделал DimaTorzok Это уже, вот это Господь, это Господь, что вот как-то в нужный момент открывает нужные знания, нужную интуицию, направляет в нужное русло. Тут математика очень пригодилась, кстати, потому что вот уже, когда привык к анализу, вот, и постоянно анализируешь, что же произошло, и почему это произошло, и откуда это идет, и куда это можно развить, то вот как-то так, ну думаю, тоже неспроста Господь, математика в какой-то момент сюда привел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...